Ребята, всем привет! В этом видео мы покажем вам, как варить клубничный кисель. Итак, в первую очередь, что нужно сделать? Ставим кастрюлю на плиту. В кастрюлю мы набрали 4 литра воды. И теперь эту водичку нужно довести до кипения. Ребята, я хочу вам сделать небольшую рекламу. Значит, сегодня сделали вот такие вот горячие бутерброды. Это такая мини-пицца, поэтому посмотрите видос на нашем канале. Обязательно подпишитесь. Итак, водичка закипела. Теперь добавим полкилограмма свежемороженой клубники. А вы можете добавить свежую, если она у вас имеется. Теперь по вкусу добавим сахар. Сколько мы добавим сахара примерно в ложек столовых? Сейчас я попробую. Я бы добавила пока мест 5. Сейчас попробую. Пробуй. Ребята, после кипения воды, когда уже забросили клубнику и сахар, провариваем клубничку 5 минут. Итак, всего мы добавили на этот объем воды 4 литра воды, 7 столовых ложек сахара. Крышкой мы накрывать не будем. И добавим немного лимонной кислоты. Ребята, важный момент. Я вот это все упускаю. Значит, когда добавили все, клубнику, сахар, лимонку, ждем, когда вода еще раз закипит. И варим 5 минут после того, когда, после момента закипания. Ребята, сейчас мы будем разводить крахмал. Крахмал разводится один к одному. То есть, 1 столовая ложка крахмала кладется в 1 литр воды. У нас 4 литра воды, соответственно, будет 4 столовые ложки крахмала. Это в том случае такая пропорция. Если вы хотите кисель, чтобы был жидкий. Если вы хотите, чтобы кисель был густой, то порцию удваивайте. И это получается у нас будет 1 к 2. На 1 литр 2 столовые ложки крахмала. Налили в тарелку воду, чтобы можно было размешать и развести крахмал. Сейчас нужно его перемешать, чтобы получить однородную массу. Теперь нам нужно крахмал влить в эту воду. Делаем вороночку. И вот таким образом вливаем. Все. Теперь все это дело перемешиваем. Варим 1 минуту. И кисель наш готов. Потом выключим огонь. Накроем кисель крышкой. И дадим ему некоторое время настояться. Минут 15-20 он у нас будет настаиваться. Давайте проверим густоту нашего киселя. Смотрим. Вот такой он по густоте. Значит нам такой кисель нравится. Больше мы крахмал добавлять не будем. А вы уже смотрите сами. Если вам нравится, чтобы кисель прямо штянутся, то делаем пропорцию 1 к 2. Давайте вместе с вами попробуем этот кисель. Но перед тем, как попробовать, я хотел бы вас поблагодарить за просмотр, за подписку на наш канал. И напишите свой комментарий, что вы по этому поводу думаете, как вы варите кисель. Возможно, мы по вашему рецепту приготовим какой-нибудь вкусненький киселек. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.